Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этот раз мы посмотрим весьма неоднозначный обзор на консоль Xbox Series S. Да, я прекрасно понимаю, что данный видос вышел где-то два месяца назад, но так или иначе у меня только сейчас появилось свободное время и появилось оно еще благодаря приложению, о котором я сейчас немножко расскажу. Все вы прекрасно знаете, что с каждым годом темп жизни ускоряется и появляется больше видеоигры, больше каких-то дел, к сожалению, больше появляются работы и становится немножко сложно организовывать свое время. Другие люди также столкнулись с этой проблемой и создали приложение I Improve My Life. В приложении вы можете поставить себе задачи, можете выбрать сегмент жизни, периодичность, важность, срочность и так далее. В разделе жизненный круг у вас есть показатели, которые зависят от того, как мы в принципе выполняем данные задачи. Это знаете, как прокачивать персонажа в игре, но это реально жизнь и прокачиваем мы здесь себя. Также здесь имеется матрица Эйзенхаура, которая делит наши задачи на важные, неважные, срочные и несрочные. Все эти инструменты работают вместе и складывают подробную картину ваших дел. Также прикольно, что здесь есть система достижений, которая показывает наш результат, но также дает некую мотивацию. Также в приложении имеется и ассистент, который подсказывает, какие дела лучше разобрать первыми, но также следит за вашими делами и периодически напоминает вам об этом. Если что, приложение действительно очень полезное, если вы не хотите стоять на месте, если вы хотите держать все сегменты жизни в балансе, но также хотите везде и все успеть. Если что, данное приложение уже больше двух лет обновляется и получает новые функции. Поэтому, если ты хочешь использовать эффективно свое время, радоваться жизни, то используй приложение Improve My Life. Если что, ссылочек на него я оставлю в описании и давайте начнем. Так, ну что, погнали? Она будет постоянно вставлять палки в колеса разработчиков, тормозя разработку игр для нового поколения консолей. Создается впечатление, что эта консоль просто призвана погубить Next Gen, но скорее всего сам Next Gen погубит эту кроху. Здравствуйте, с вами Рома, канал Кедр Кома, это Xbox Series S, самая спорная консоль нового поколения. Признаться честно, я несколько раз переснимал этот ролик. Первой вариацией был обычный обзор, где я рассказывал о качестве корпуса, о материалах, о кнопочках, о разъемчиках и обо всем вот этом вот. Но видос получился настолько постным и вообще никаким, что я со злости просто психанул, все удалил, записал горящий ролик, где вообще в прах разнес эту консоль, выдохнул, успокоился и понял, что нужно попробовать еще в третий раз. Так сказать, найти дзен и в более спокойной манере рассказать вам все об этом продукте. Смотрите, с одной стороны ценник не так уж и высок, и всего за 300 долларов мы получаем актуальную платформу, невероятную тишину в работе, быстрый SSD и так далее. Да и в наших реалиях, когда новую приставку практически не урвать из-за дикого дефицита, наценок и барыг, эта консоль доступна практически за официальную стоимость, около 10-11 тысяч гривен. И вроде бы это офигенное предложение, нужно ж хватать. С другой стороны, серия СС самый слабый представитель некстгена, а если начать меряться терафлопсами, то она еще и медленнее, нежели консоль предыдущего поколения. Xbox One X. Если мерить с терафлопсами, она еще медленнее, чем Xbox One X. Чего? Да, если что, у Xbox One X терафлопс будет побольше. Но дело в том, что терафлопсы это не такая простая единица по типу 2 больше, чем 1. Здесь важно учитывать все компоненты, и если их действительно рассматривать, то получится, что серия СС равно будет шустрее и новее. И те самые терафлопсы у Xbox One X могут показаться уже не такими крутыми, как 4 терафлопса Xbox Series S. Я, конечно, еще тот ламер железя, но, насколько я знаю, за шустрость консоли отвечает SSD-шник. К сожалению, последней нет у меня на руках, но многие зарубежные издания уже сравнили оба устройства между собой. И парадокс в том, что серия СС местами проигрывала даже в эксклюзивных тайтлах по типу Sea of Thieves или Forza. У старенькой One X разрешения попросту больше. И поверьте мне, сидя перед 4К телевизором, разница между WQHD и 4К действительно заметна. Кроме того, честно вам скажу, огромного скачка между своей One S и Series S я тоже не ощутил. Что одна, что вторая на 4К панели выглядит так себе. Тут мы опять видим, что Xbox Series S проиграла Xbox One X по разрешению. И, если честно, это уже не первый случай, когда от консоли, которая была предназначена для Full HD, требует 4К. Я полностью согласен, что в данном поколении произошла некая странность, что в 8-м поколении там было 4К у Xbox One X. Выходит новый, и все думали, что, так скажем, минимально будет это также 4К. Но вышла бюджетная консоль, которая, по сути, предназначена только под Full HD. Но там максимум для 2К. Просто дело в том, что майки поняли, что многие не гонятся за разрешением и предпочитают повышенное количество кадров. И как-то так судить, что Xbox Series S проигрывает Xbox One X, ну, на мой взгляд, как-то нехорошо. Потому что Xbox Series S не было предназначено под 4К. Вот и все. И тут, как бы, майки предлагают просто два варианта. Если вам нужен действительно 4К, то покупайте Xbox Series X. Если вам не нужно, покупайте Xbox Series S и не парьтесь. Насчет сравнения с Xbox One S, что, мол, на 4К одно и то же. И, опять же, повторяю, что эти консоли не создавались под 4К. И разрешение там будет плюс-минус одинаковое. И если при сравнении брать не только разрешение, но и повышенное количество кадров, то получается, что Xbox Series S просто уделывает Xbox One S, поскольку в тех же эксклюзивах на Xbox Series S будет 60 кадров, а на Xbox One 30. Если вдруг не знали, то на Xbox One Mori Varoah Forza идет в 30 FPS. А на консоли Xbox Series S, которая next-gen, там идет все в 60. И поэтому, ну, мне кажется, разница очевидная. Ну ладно, черт с этим разрешением. Ведь тут есть проблема куда серьезней. Суть в том, что новенькая консоль даже на сегодняшний день пыхтит изо всех сил. Вы только взгляните на эту боль в последнем дирт. Это максимальное качество картинки, от которого глаза вытекают. Тут, по сути, факт, дирт 5 выглядит ужасно, но я еще не знаю, с какого режима он это все снимал, поскольку там есть несколько режимов производительности. Типа повышенные кадры в секунду, лучшая графика и так далее. И при этом анализе очень важно вспомнить ту самую новость, в которой даже на Xbox Series X эта игра выглядела ужасно. Просто если не помните, просто погуглите. И как бы, какие были претензии к Xbox Series S, если даже Xbox Series X не тащил. Просто опять же все дело в оптимизации. А местами, по крайней мере на данный момент, эта коробка не может обеспечить уровень производительности, который был в Xbox One X. Да, стоит сказать, что в некоторых играх, которые оптимизированы для нового поколения, мы получаем next-gen в виде отражений в том же Watch Dogs. Да и скорость загрузки не стоит забывать. Встроенный SSD куда быстрее обычного жесткого диска. Но говоря об этих отражениях и рейтрейсинге, далеко не везде эти штуки будут. Вот, к примеру, разработчики Devil May Cry 5 сказали, что никаких отражений и всего прочего в Xbox Series S просто не будет. Перевариваем эту информацию и получаем, что новая консоль на данный момент уже не способна нормально вывозить игру предыдущего поколения с некоторыми графическими улучшениями. Тут он, кстати, привел довольно хороший аргумент, но нужно учитывать, что Devil May Cry 5, хоть и игра восьмого поколения, про ту версию, о которой он говорит, она все-таки делалась под next-gen. И вообще, если опять же на эту тему смотреть глобально, то трассировка лучей везде получилась такой себе. Изначально, насколько я помню, ее выпустили только для PlayStation 5, потом подвезли для Xbox Series X, а на Xbox Series S вообще не выпустили. Но опять же, лично я проблему вижу не в консоли, а в оптимизации той или иной игры. Поскольку возможность завести данную технологию у консоли есть, и почему иногда ее не применяют, это большой вопрос. Просто посмотрите на то, что Watch Dogs Legion, там есть трассировка лучей, и настройки графики при этом сравнимы с Xbox Series X. И вообще, после ознакомления с трассировкой лучей на консоли, я бы сказал, что данная технология, это, наверное, как байт к покупке next-gen. Вроде красивое слово, вроде должно быть круто, а по факту вроде ни о чем. Опять же, взгляните на трассировку Call of Duty на Xbox Series X. Дело в том, что там практически отличий вообще нет, но зато есть трассировка, которая ломает консоль. Здорово. Поэтому не особо расстраивайтесь, что вам не подвезли в некоторых играх трассировку лучей. Я согласен, что немного странно, что на данную консоль в некоторых играх не завозят трассировку по типу Medium, по типу Control. Но тут очень важно еще понимать, как мощные консоли справляются с трассировкой лучей, и, если честно, не могу сказать, что они справляются с ней прям идеально. Я также ждал эту технологию, как и все, но не могу сказать, что она дает какой-то вау-эффект, к сожалению. Вообще, сейчас попрошу всех обладателей Xbox Series S, напишите, как вам консоль. Просто, может быть, вам действительно что-то не хватает, и консоль реально урезана. И, может быть, я один думаю, что она нормальная консоль? Короче, напишите в комментариях. Кстати, пока монтировал видос, вспомнил еще одно. Посмотрите просто сравнение двух консолей, Xbox Series X и Xbox Series S. Лично я каких-то глобальных отличий, к сожалению, не вижу даже в том же Medium. Если что, эта игра создавалась только под Next Gen. И сказать как-то, что на Xbox Series X она невероятно красивее, я не могу. Да, там есть трассировка, но эта трассировка практически незаметная. Единственное, что там многие заметили, так это отражение в какой-то иконе. Все. И это при том, что проект уже числится оптимизированным для Xbox Series S. Так что все эти красивые надписи на коробке, которые говорят нам о 120 FPS, это полный буллсчит. Ведь если и появится какой-то проект, который будет запускаться в 120 кадрах на этой консоли, то он будет выглядеть как проект уровня Xbox 360 с ужасными текстурами, с отключенными эффектами и в низком разрешении. Сейчас он капец усугубил, но сначала про надписи коробки. По факту они были такими изначально. Вспомните, например, PlayStation Pro и надпись 4K. Дело в том, что на PlayStation 4 Pro были не настоящие 4K. Посмотрите на коробку Xbox Series S, где там также написано 120 FPS, трассировка лучей. Но это также не во всех играх. И иногда бывают случаи, что все-таки 4K динамическая. Я, в принципе, в одном из видосов, по-моему, разбирал данную ситуацию. И дело в том, что на коробках всегда будут писать максимум. Ну, такой вот маркетинг. Но так или иначе, на данной консоли все равно есть поддержка 120 FPS, есть игры, которые поддерживают 120 FPS по типу там радуги, гири. И поэтому нельзя сказать, что вот эти логотипы на коробке какие-то неправдивые. Просто использовать это или нет, на мой взгляд, все зависит от разрабов. Насчет того, что на ней будут выглядеть ужасно проекты. Опять же, возьмите эту же гирю, включите 120 FPS и вы поймете, что там будет сочная картинка. Да и вообще, 120 FPS после личных тестов я не могу сказать, что они капец как нужны в консолях. Опять же, это просто байтный next-gen, который, по сути, мало кому пригодился. О чем речь, если у многих до сих пор нет 120-герцовых мойников или телевизоров. И опять же, на мой взгляд, проблема в игровой индустрии не в мощах консолей, а как раз таки из оптимизации. Просто как можно объяснить, что какие-то игры работают нормально, а какие-то нет? О чем говорить, если даже тот же Medium на Xbox Series X иногда работает с дропами до 900p. Вы понимаете? И еще при этом игра идет всего лишь 30 кадров. Оптимизация. Оптимизация виной всему. И если разработчик не сделает нормальную оптимизацию, увы, никакая мощь вас не спасет. И какой тогда прикол от этих 120 фпс? Дальше интереснее. У разработчиков, получается, есть две дороги, два пути. Первое — это тратить ресурсы. И одновременно с разработкой игры для нормальных консолей дополнительно заниматься оптимизацией своего проекта для Xbox Series S. Чтобы реализовать все как бы поддерживаемые фишки и технологии. Второй путь — не заморачиваться и, как в случае с Devil May Cry 5, просто понизить разрешение, ухудшить графику и все оптимизировано для Xbox Series S. И, скорее всего, большинство студий будут выбирать именно второй вариант. Так стоит ли рассматривать для покупки Series S, или бы лучше обходить сие творения мелкомягких десятой дорогой? Ситуация на самом деле очень сложная. Если есть 4К-телевизор и хочется Next Gen'а, новых графических решений, разрешения и фпс, то тебе явно не сюда. Но, коль на картинку тебе плевать и ты просто хочешь играть, используя все преимущества подписки Xbox Game Pass, а также максимально дешево покупать все игры, и телевизор, либо монитор у тебя с разрешением Full HD, то как бы можно попробовать? Не как бы можно попробовать, а как раз-таки эта консоль и создавалась под эти параметры. Если у вас вдруг телек или моник 1080p, и вы не гонитесь за разрешением, именно за четкость картинки, то, по сути, для вас создали Xbox Series S. Просто самое главное в консолях, это дать вам возможность играть в Next Gen игры, и Xbox Series S с этим офигенно справляется. Просто, знаете, смотря данный обзор, мне очень кажется, что парень все-таки пекарь, он привык играть на ПК и выжимать со своего устройства максимум. Максимум разрешения, максимум эффектов и так далее. Но прикол в том, что консоли это не про это, и они никогда по мощности не догонят ПК, поскольку железо компов обновляется намного быстрее, чем обновляются консоли. И мы, в принципе, всегда будем получать, что компы будут показывать больше производительность, больше фпс, больше разрешения и так далее. Так, ладно, давайте пойдем дальше. Подписка действительно радует разнообразными проектами, я сам на ней сижу уже в течение года. Плюс в Xbox Game Pass добавилась подписка от EA, а это еще добавочно 60 проектов. Пока новых Next Gen игр мало, дай бог несколько десятков оптимизированных вариантов, да и все, можно спокойно зарубиться в что-то с предыдущих платформ. Будь то Xbox One, Xbox 360, либо вообще можно запустить игры с оригинального Xbox. Обратная совместимость действительно крутая штука, тут не поспоришь. Кроме того, есть еще одна не самая очевидная сторона этой консоли, и это эмуляция старых платформ. Купив за 20 баксов право... На это не особо обращайте внимание, это не общая доступная функция, и, короче, это костылье. Активировать режим разработчика, ты сюда без проблем поставишь десятки эмуляторов. PSP, PS1, PS2, Nintendo Wii, Sega и вот это вот все остальное. Загрузишь сюда некоторые рыбаки игр и будешь себе спокойно наваливать в классику. В эмуляции у нее получается хорошо, и в таком разрезе серия с S действительно интересна. Но согласиться с мнением, например, Алексея Шевцова, он же... Айтипедия, что это самая интересная консоль нового поколения, я могу лишь отчасти. И тут причиной моего согласия скорее являются конские цены на все остальные приставки, а не то, что это действительно интересный продукт. С ценами происходит действительно что-то страшное. Смотрим на стоимость нового поколения и ужасаемся. PS5, 25 тысяч и выше. Series X стартует от 20 тысяч и тут бац, Series S 10 тысяч гривен. В таком разрезе да, хочешь что-то новое, а переплачивать желания нет. И единственным вариантом на сегодня является вот эта вот консоль. И да, как раз таки интересность данной консоли заключается в ее цене. Дело в том, что опять же за 300 баксов он предоставляет возможность играть во все новые next-гем игры, а в некоторых играх получается 120 FPS, трассировка лучей и опять же это все за 300 баксов. Просто самое главное поймите, у всех разные потребности. И, например, кому-то не нужно 4К разрешения, им достаточно Full HD и как раз таки это консоль для них. Но мы должны понимать, что скоро весь этот хайп, дефицит и перекупы отойдут в прошлое. Цены успокоятся, приблизятся к официальным и тогда появятся вопросы к резонности приобретения вот этого вот творения. Как многие уже говорили, у Series S очень мало памяти, доступной пользователю, около 360 гигабайт. А это буквально 3-4, ну пусть 5 больших проектов и конец. Да и выкрутиться из этой ситуации, подключив жесткий диск, у вас не получится, потому что там можно хранить игры лишь от предыдущего поколения. Тут он не прав и потом я расскажу, почему. Выход 1. Хотите увеличить встроенный накопитель? Покупайте сертифицированный SSD за много денег. В таком случае официальная стоимость Series S плюс SSD равняется официальной стоимости Series X, у которой изначально больше памяти, а графическая система в 3 раза быстрее. И в случае покупки такого комплекта особой экономии и не пахнет. Деньги те же, а производительность как бы нет. Тут он не прав. Да, на консоль всего лишь 300 с чем-то гигов, многих это расстраивает, но дело в том, что если гигов там было побольше, консоль стоила бы дороже, но это логично. Но ошибка его в том, что на жестком диске все-таки можно хранить Next-Gen игры. Дело в том, что просто жесткого диска напрямую их нельзя запустить. И чтобы, к примеру, поиграть в Next-Gen игру, вам нужно будет просто перебрасывать опять на SSD-шник, какую-то игру перебрасывать с консоли на жесткий диск и вот так вот постепенно менять. Короче, если вы вдруг хотите подробнее узнать об этом лайфхаке, то переходите на видос моего друга, он в принципе все подробно там рассказал. И если обсуждаете SSD-шник, то его невыгодно брать ни в каком случае, поскольку он стоит 26 тысяч. Поэтому ответ на крайне часто задаваемый вопрос, подойдет ли эта консоль для Full HD телевизора или монитора, я бы сформулировал так. Несмотря на более низкое разрешение рендеринга, в большинстве своем всех тех эффектов и красот, собственно говоря, Next-Gen, как у Series X, тут вы не получите. Вот у меня вопрос, если данная консоль не особо подходит под Full HD, то для чего она подходит вообще? Я, если честно, не очень понимаю, про какие красоты он говорит, поскольку самого Next-Gen в данный момент нет, даже на Xbox Series X. Если же брать во внимание ту же трассировку лучей, то не скажу, что она опять же во всех играх на Xbox Series X, и если опять же ее описать, то это такой себе эффект. Гляньте, к примеру, те же отражения на Dale May Cry. Ну, разве это красота? И как-то за ней гнаться, ну, не знаю. Короче, я думаю, вы поняли мое отношение к трассировке. И опять же, я считаю, что многим она не особо нужна. Да, на консоли точно будут выходить новые игры ближайшие 5-6 лет, но отдавать они будут прошлым поколениям. Если вас все это устраивает, то можете попробовать, особенно учитывая цены на остальных представителей нового поколения. Если честно, я не очень понимаю, как новые игры могут отдавать прошлым поколениям. Если же он опять имеет в виду 4К-разрешение, то не создавалось оно под 4К, не создавалось у нее предел Full HD или там 2К максимум, не 4К. Это, знаете, ровно так же, как хейтить какой-нибудь 12-й iPhone не Pro, типа ты купил не Pro, и потом хейтишь его за то, что там нет каких-то функций, которые есть у Прошки. В этом, в принципе, и прикол данной консоли, что там есть Full HD, и многим этого хватает. Опять же, меня не покидает мысль, что он все время играет на ПК, отвечая, потому что они всегда выкручивают все на максимум, и поэтому, в принципе, консоль Xbox Series S, наверное, понравилась ему не очень. Стоит ли переходить с Xbox One, One S на нее? В принципе, да, потому что разница между ними действительно есть. К слову, вот вам несколько примеров. Но имея телевизор, либо экран с более высоким разрешением, например, 4К, либо WQHD, я бы выждал нормализации цен на Series X. Как оказалось, серьезной необходимости в HDMI 2.1 особой и нет, ведь хорошие графики, больше 60 кадров вы все равно не получите. Так что даже без поддержки этого стандарта, Series X будет спокойно работать с вашим телевизором или экраном, радуя вас хорошей картинкой. Ну и напоследок пару слов о некоторых мелочах. Так, ну тут действительно мелочь, он будет говорить про геймпад, он будет говорить про дашборд, короче, ну, просто описание. Если же говорить о переходе с Xbox One S на Xbox Series S, в любом случае, в какой-то момент вас просто вынудят, поскольку на новое поколение будут выходить игры, которые будут недоступны на прошлое поколение. Первые такие игры — это Bright Memory, Medium, и вы в них на Xbox One, ну, по сути, не поиграете. Переходить на новую консоль из-за каких-то технических параметров по типу разрешения, кадров в секунду, быстрые загрузки — это дело каждого. Единственный такой себе переход, наверное, касается больше перехода с Xbox One X на Xbox Series S. Там как раз-таки касается дело разрешения, и если кто-то привык, например, к 4K, и покупает Xbox Series S и также играет на 4K телеке, ну, в виде изображения в 1080p, ну, наверное, будет уже не очень приятно. Это единственный такой вот минус. В целом, самое главное понимать, что Xbox Series S и создавалась как бюджетная консоль, и требовать от нее, что может, консоль мощнее, ну, как-то глупо, что ли. Картинка во всех играх, опять же, плюс-минус одинаковая, и единственное, что бросается в глаза, по большему счету, так это разрешение. Что касаемо кадров в секунду, то при помощи оптимизации на Xbox Series S в некоторые игры завезли 60 FPS, где их изначально не было. В некоторых играх также присутствует 120 FPS, трассировка лучей. Да, непонятное дело, почему данные приколюхи не всегда включают, но, на мой взгляд, здесь просто линия разработчиков, и просто дело в оптимизации, поскольку, если оптимизирована игра фигова, то, мне кажется, никакая мощь вас не спасет. Опять же, посмотрите на оптимизацию медиума. Это просто ленивые разрабы, которые не удосужились нормально оптимизировать проект. На мой взгляд, даже несмотря на новости про Control, медиум, Xbox Series S, всего еще остается идеальным вариантом для тех, у кого Full HD, и для тех, кому разрешение не особо важно. Купил консоль за 26, купил подписку, и играй, что еще нужно? Тем более, Xbox Series S сейчас станет еще вкуснее, поскольку я заметил, что многие покупают консоли, как раз-таки ради таких игр, как Танки, Фортнайт, и в Xbox Series S, и в Xbox, ну, вообще, во всех Xbox'ах скоро в фритуплейных играх онлайн станет бесплатной, поэтому купил консоль, и играешь в Фортнайт, в Танки, и не паришься вообще. В общем, при этом все, главное понимать, что у всех потребности разные, и кого-то Xbox Series S устраивает более чем. И опять же, при любом выборе нужно понимать, что тебе нужно, и каков твой бюджет. Кедру, в принципе, претензий не имею, он высказал свое мнение, но я с ним, наверное, немножко не согласен. И, наверное, в принципе, все. Вот такое вот мнение, обязательно пишите свое мнение в комментариях, и если вдруг видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч.